Всем привет! Сегодня у нас такое будет короткое видео, больше оно посвящено именно цветам мотоцикла Intruder 200. Более подробные какие-то обзоры этого мотоцикла у нас уже были в канале, в том числе и вчера снимали. Такой более подробный обзор на Intruder в красном цвете. Но если вкратце еще раз охарактеризовать как-то этот мотоцикл, то это такой... Ну, раньше он был, конечно, бюджетный, сейчас вот сложно сказать о том, что он бюджетный, потому что он стоит уже около 140-145 тысяч рублей в розницу. Но в то же время, то есть, это такой легкий, доступный по цене вариант с 200-кубовым двигателем, с балансирным валом. То есть, балансирный вал дает ему такую более комфортную работу, низкий уровень шума и вибраций. Здесь есть кикстартер, электростартер, колеса 18 с самой популярной резиной, да, то есть с размером резины. Можно поставить любую резину. Есть передний дисковый тормоз, задний барабанный классический. Но из, пожалуй, таких минусов, да, каких-то или вот спорных моментов по этому мотоциклу, есть, пожалуй, два, да, основных. Первый, это нижний распредвал, то есть кому-то он нравится, кому-то нет. Но каких-то вот таких критичных, да, замечаний по нижнему распредвалу мы, честно говоря, за всю историю не слышали. То есть, есть сторонники там нижнего распредвала, есть те, кому нравится именно верхний распредвал с цепью ГРМ. Но каких-то вот критичных именно замечаний по нижнему распредвалу мы не слышали. Второй, пожалуй, такой спорный момент по этому мотоциклу, это седло. То есть, здесь вот мы, как видим, оно такое длинное, высокое и такое узковатое, да. То есть, если мы сравнивали, то у нас было видео, мы сравнивали здесь седло с мотоциклом Bajaj Boxer, тоже таким достаточно доступным вариантом, да, по цене популярным, то у Bajaj седло более удобное, то есть оно такое широкое, длинное тоже. Ну, то есть, сидеть на нем удобно, если нужно, допустим, долго ехать. Здесь седло поуже. То есть, это не является совсем критичным каким-то моментом, потому что вот есть парни, которые ездят на таких мотоциклах далеко и долго. Они приспосабливают на сиденья такие туристические коврики, как правило, там крепят их такими резинками и, в принципе, ездят. В то же время в базе здесь седло такое поуже, что кому-то может, вот если без каких-то доработок, показаться менее комфортным, да, чем, например, широкое седло такое, как у Bajaj Boxer. Ну, а в целом это мотоцикл такого универсального назначения, то есть можно ездить и по асфальту, можно ездить и по бездорожью. Ну, и пока по цене он еще находится в таких каких-то доступных пределах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok